Сегодня мы, кажется, так далеки от тех страшных событий, но память о них по сей день живет в словах, воспоминаниях, стихах и рассказах о Второй мировой войне. И в частности, о блокаде великого города Ленинграда. 75 лет минуло с той поры жестокой, холодной, голодной, часто лишенной человеческого облика, подлой и страшной. Осажденный в 1941 году город в плотном кольце фашистских оккупантов, казалось, был обречен. На Ленинград обрушился страшный голод. В булочные, где выдавался ежедневный паек, стояли огромные очереди. Помимо голода, блокадный Ленинград атаковали и другие бедствия. Очень морозные зимы, порой столбик термометра отпускался до минус 40 градусов. Закончилось топливо и замерзли водопроводные трубы. Город остался без света и питьевой воды. Эвакуации же начались еще осенью 1941 года, но лишь в январе 1942 появилась возможность вывезти большее количество людей, в основном женщин и детей, через дорогу жизни. Ольга Царева – коренная ленинградка. Когда началась оккупация города, ей было 11 лет. В скором времени от голода и холода умерли практически все родные. Осталась лишь мама. Тогда им предложили покинуть осажденный Ленинград. Я же уезжала через дорогу жизни. Вы понимаете, нас на катерах перевозили, потому что дорога жизни зимой же была, а дальше лед-то растаял. Поэтому нас на катерах в августе 1942 года мы подъехали к Ладоге, к Ладожскому озеру, и нас туда перед этим потопили большую боржу с блокадниками. Поэтому вечером решили на военных каких-то катерах оставшуюся группу перевезли нас на ту сторону. Конечно, трудно было возвращаться. Дом был разбит наполовину, стекла там, ничего не было. Но все-таки мы восстановили, и я уже пошла в восьмой класс, когда была снята полная плаката Ленинграда. Одновременно с этим те, кто оставался, всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу. Мало того, Ленинград помогал армии, выпуская военную продукцию. Заводы продолжали работать и в таких условиях. Восстанавливали свою деятельность театры и музеи. Это было необходимо доказать врагу, а главное – самим себе. Блокада Ленинграда не убьет город, он продолжает жить. 872 дня. Именно столько длилась блокада Ленинграда. Но, несмотря на все невыносимые условия, город жил и сражался. Об этом нужно говорить, об этом нельзя забывать, особенно в этот день, в день снятия блокады Ленинграда. В районном культурном комплексе этому событию посвятили мероприятие, на котором были те, кто пережил блокаду. И те, кто об этом только слышал, но искренне благодарен за подвиг, за победу. То, что показал Ленинград, конечно, пример этого героизма. Пример этой высокой жизнестойкости и уверенности тем, что люди делают правое дело. Дети 13-14 лет шли на заводы для того, чтобы заменить своих отцов, чтобы выпускать продукцию. И они выпускали продукцию и военного, и мирного назначения для того, чтобы город жил. На территории городского округа Щелково проживают 37 жителей блокадного Ленинграда, среди которых участники освобождения города. И сегодня им стараются оказать помощь, в том числе материальную. В преддверии 75-летия снятия полной блокады Ленинграда правительством Московской области предусмотрена денежная выплата в размере 3 тысяч рублей. Эта выплата производилась и ранее, но правительством Санкт-Петербурга подписано постановление, по которому каждый житель блокадного Ленинграда в этом году получит по 7 тысяч рублей. Узнать о выплате подробнее можно, обратившись в социальную защиту. Но не менее приятным моментом мероприятия стало чествование и награждение блокадников. В этот же день к вечному огню на аллее памяти юнормейцы возложили венки в знак искренней благодарности за стойкость и мужество, за непоколебимую веру и непокоренную родину, любимый город-герой Ленинград. Анна Балиет, Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, Сергей Василевский, телерадио компания «Щелково».